Я сама себе сделала сначала стрижку, а потом окрашивание. Все очень плохо. Я отрезала кусок волос. Это просто полный пи-дец! Волосы выглядят вот так. Я в ужасе. Это было самое, самое тупое решение в моей жизни. А-а-а! Зачем? Чтобы додуматься, нужно иметь мозги. А у тебя нет мозгов. Тяжело жить, когда ты тупой. Это мои волосы, и они падают туда. Всем привет. Это парик. То, насколько плохая у меня стрижка. Нет слов. Настолько нет слов, что, вы знаете, даже по моим меркам это плохо. Обычно у меня какая-нибудь хрень, когда происходит, такая, типа, нормально, это приколдесно. С этим можно жить, но то, что сегодня, это очень плохо. Я не знаю. Я просто в ужасе. Я очень зря решила сама стричь волосы. Вот это прям было очень зря. Я снимаю парик. Но до того, как я покажу вам, что прозор с моими волосами, вы должны видеть вот это. Потому что это важно. На самом деле, я уже давно задумывалась о том, что нужно было поменять цвет волос. Но потом в один момент у меня, короче, состоялся очень интересный проект, о котором я хочу вам рассказать. Сегодня я собираюсь на, наверное, одну из самых шикарных фотосъемок в моей жизни. Будет целая огромная съемка для двух брендов, для Твое и СКЛВ, в коллаборации с Диснеем. В честь выхода нового фильма Круэллы. Круэлла это охрененно. И моим вот этим вот окрашиваем, мне и так часто сейчас пишут, что я похожа на Круэллу. Конечно, когда меня позвали, я такая охренеть, охренеть. И сегодня я буду Круэллочкой. И сейчас я собираюсь и делаю макияж, который, я считаю, будет очень классно подходить под этого персонажа. Потому что я хочу внести в него частицу себя. Считаю, что мой внешний вид, по-моему, соответствует номеру, в который я приехала. Некоторые из образов, которые сегодня снимаем. Идем сниматься на улицу. Смотрите, какой у меня секси-видон и какое секси-лоби. Мы отсняли несколько частей на улице, включая с собанями. И сейчас тут кофе, чай, брейк, надо поесть. Не сказать, что я прям сильно замерзла, потому что я жду нос на вечер. Потом мы снимали в отеле. Здрасте, корни, контент. Аня, какая красивая. Спустя несколько месяцев. Сегодня выходит эта коллекция. Сегодня с 21 мая она поступает в продажу. И я в самое раннее утро пришла, чтобы посмотреть, что у нас получилось. И я пришла, я просто в полном восторге. Посмотрите на этот баннер, как это круто и эффектно выглядит. Посмотрите. Я везде... Мама, я в телеке. Очень секси. Блин, это очень красиво. Я в полном очаровании. Смотрите, какая невероятная красота. Боже, мы столько сделали фотографий невероятных. Я в инстаграм их тоже выложу. Там буквально безумно красиво все. И я невероятно счастлива, что именно я стал лицом этой коллекции. Потому что, ну, буквально, извините, но это все-таки я. Собственно, вот всю одежду, которую вы увидите в магазине, когда придете, вся эта одежда, абсолютно вся, она была использована на съемки. И, например, вот это вот боди, обратите на него внимание. Мне эта вещь безумно понравилась. Боди с руками. И да, телефон в них возможно использовать, потому что я, естественно, проверяла. Это выглядит очень эффектно и очень необычно. Сюда какие-нибудь аксессуары, если добавить, очень круто выглядит. Как вы знаете, я очень люблю сплит, причем я люблю его именно в монохромных оттенках. Привет! Обожаю, как это красиво выглядит. И, например, вот эти вот ультраширокие оверсайз брюки выглядят максимально здорово. Вот, например, на фотографии вы можете их посмотреть, я там в них. Чтобы создать полноценный образ, я считаю, мы можем с вами сейчас гонять, посмотреть еще на аксессуары. Потому что некоторые, они просто оставили шрам, след, любовь в моем сердечке. Но перед этим надо взять себе и друзьям одежды из этой коллекции, а то все разберут. Ну а теперь, чтобы создать полноценный образ, каждую вещь нужно дополнить украшениями SKLV. Давайте направимся туда. Ой, кто это? Кто это? И здесь тоже я. Сейчас покажу вам коллекцию, которую я презентовала. Это безумно круто. Там в стиле панк-рок, там безумно красивые украшения. Пойдемте их посмотрим. SKLV – это российский бренд модных и необычных ювелирных украшений. И новая коллекция отражает бунтарских Ду Круэлл и ее любимые фразы из фильма. Это сплит, это же так красиво выглядит. Рекомендую в жизни все это взять и посмотреть. Вам это надо. Быстрее бегите в магазины, смотрите интернет-сайты магазинов. И всю продукцию вы уже можете прям сегодня купить. Ссылочки на интернет-магазины будут под роликом. И помните, что коллекция ограничена, поэтому она не вечная. Так что это стоило бы поспешить. День первый решила стричь волосы. У меня есть два парика. Один из них вот такой покороче, подлиннее. Вот этот парик первый. И он, конечно, очень классный. Будет жалко его портить, но очень дорогой парик стоил, короче, 40 тысяч. Когда парик дороже, чем свои волосы? Этот парик, правда, конечно, придется резать и стричь. Стричь и резать я не умею. Все, еще 40 тысяч рублей стоит. Нет, он не стоит. 40 он стоил 20. И есть такой парик, но, представляете, он очень маленький. Не представляю, на кого-то парик, но он, наверное, на младенца. Я не уверена, а младенца носит парики? Ну, короче, я решила вот этот, который хороший, делать. Сначала, конечно, помыть его надо. Не осуждайте человека за то, что он сделал с волосами это. Я, правда, не знаю, как это сушить. Я где-то 2 часа сушила это. Хотелось бы мне сказать волосы, но это не они. И я вспомнила, что... Извините, леди, но мне придется позаимствовать вашу голову. Моя прекрасная женщина. Будьте так добры, посидите, пожалуйста, на кондиционере. Спасибо большое. Надеваем голову, волосы. Ноль слов. Кто говорите, вам голову печет? А, да это нормально, так и должно быть. Это вся краска, которая у меня есть. Imagine, ты никогда в жизни не резал волосы, не красил их. И вместо того, чтобы просто взять и сделать какой-нибудь черно-зеленый сплет, ты хочешь сделать себе что-то такое, что, наверное, не в каждом люкс, виопе, лахаре, салоне красоты справится. Но как говорится, а так не говорится, я не знаю, что из этого выйдет. Возможно, 20 тысяч рублей улетят в корзину для мусора или белья. Ну, в общем, не знаю. Лучше бы потратила на белье. Трусы в быту лишними не бывают. Зачем я расчет свои волосы? Я не уверена, что это нужно делать. А что дальше? У меня чувства или волос стало в два раза больше? Эта женщина абсолютно не следила за своими волосами. Они все рваны. Эти волосы даже хуже, чем у меня. Откровенности ради, меня реально пугает то, что я вижу. Давай, моя хорошая, в пакет иди. Блин, кажется, ей пакет на голову не налезает. Сейчас вы увидите некоторое дерьмо. Настоящую пи-пи-пи-пи. Не повторять этого будет очень плохо. Я плакала всю ночь после этого опыта. Нет, ну это все не современные, конечно, прически. Какая кора? Не, не. Женская стрижка. Секрет для начинающих. Я в ужасе, кажется, придется стричь самой. Ладно. Я думаю, что надо резать так. Выглядит страшно. Купила себе два типа ножниц. Конечно же, я не знаю, какие для чего. Теперь я знаю, что эти не подходят для того, чтобы резать. Положу подстилку. 100% будет меньше мусор. Прямо вот отвечаю, да. Я сейчас умру. Не бойся, ты режь, режь, режь. Ты же так хотела отрезать? Давай, режь. Я не могу, мне страшно. Я отрезала кусок волос. Я отрезала кусок волос. Мастер криворучка. Но даже я знаю, что вот так оставлять нельзя. И нужно сделать... Пальчами поработаем. Пальчами, класс. Я стричь, фон, сижайку, да? Типа, мы филируем. Я пересмотрела несколько видео, как стричь волосы, но, видимо, я не настолько хорошие уроки открыла и в общем. Это мои волосы, и они падают туда. Филируем. Я оттяпала здесь лишний кусок, и он вот. Не знаю, как это сделать так, чтобы этого не было заметно. Может быть, вообще его пинцетом выдраться? Ладно, надеюсь, он в глубине, и никто не заметит. В целом, на этом моменте уже можно было и остановиться, но это для умных и нерешительных. А вот что бывает, когда ты смелый и тупой. Я не очень поняла, в какой момент, что именно пошло не так, но прическа выглядит следующим образом. Ой. Я просто стою на куче волос, смотрю на это, и я не знаю, я не понимаю, как это выправить. Что с этим вообще можно сделать? Катастрофа. Это просто катастрофа. Я пытаюсь предпринять какие-то попытки реанимировать человека. В целом, я понимаю, что это уже мертво, что мертво умереть не может, и все такое. Но, тем не менее, я пытаюсь с какими-то странными методами сделать хоть что-нибудь. Когда мы видим, что чел в беде, нужно попытаться хотя бы его спустить. Если честно, я не иронично, мне реально очень хочется плакать, но мой дурацкий характер, он такой, что типа я хочу плакать, поэтому я ржу. В общем, защитная реакция. Я не знаю. Ну, я правда не знаю. Но вот что я могу просто сказать? Я понимаю, что это было тупо, но... Зацените количество волос на полу. Типа да, вот столько волос, здесь их очень много, а вот на голове теперь их нет. Я в абсолютном ужасе. Я просто не знаю, что с этим делать. Так испортить волосы, это надо было еще постараться. Если вы не понимаете, я пыталась сделать прическу, как у Сяо. Я должна была это еще все покрасить. Не, ну типа я просто не представляю, как спасти эту ситуацию. Мне кажется, здесь реально просто спасение... Ну, нет. Я вахер. День номер два. Ну, день, новое утро. Я все-все в ужасе от вчерашнего парика. Я все еще в ужасе с ним. Я не понимаю, как может быть, вот это криворуко. Я не понимаю, почему он получился такой супробъемный. Что вообще здесь не так? Ну, короче, это я буду по-любому отдавать кому-нибудь, кто в этом разбирается, потому что это нереально. Еду в магазин покупать кисточку, дополнительные краски и портить второй парик. Я все еще не верю в себя. As usual, я не ищу легких путей. Я хочу сделать не просто сплит на этой голове, я хочу делать сплит зеленый, но со скрытым зеленым. Зеленый. Друзья, ровно, что по цветам, которые я выбираю, очень легко определить персонажей, которые мне нравятся на данный момент. Но нет, я не о нем. Кстати, хотите, я вам один небольшой секрет расскажу? Вчерашний позор. Это реально было ужасно. Я после этого просто пошла в гости к друзьям, потому что, ну, мне реально было очень... не очень. Если бы вы смотрели меня, например, в том году или позапрошлом, я бы никогда в своей жизни, никогда в своей жизни, я бы не выпустила такое видео, потому что, ну, это просто кринж. Видите, насколько сильно я стала вам доверять сейчас, что я даже такое давно выкладываю? Хотя я знаю, что меня очень сильно захотят в комментариях, напишут, что я криворукая и все такое. Ну, блин. Что-то у меня получается. Что-то у меня не получается. Почему я должна это закрывать? Ну, типа, вот серьезно, почему? Плюх. Ой, я думала, он будет ядро. Оно зеленое. Оно какой-то цвета весенней травы. Хотя нет, смотрите, он как-то взаимодействует с волосами, и он становится прям ярко-зеленый, как моя подсветка на заднем фоне. Вау, какой красивый цвет. Боже, мне нравится этот цвет. Кстати, какой цвет вы считаете самым секси? Интересно, сколько у меня времени займет? Смотрела видео Даши Граф, она очень долго там занимается покраской париков. Но это она еще быть опытная, не то, что я. А теперь у меня есть вот такой вот зеленый, и он у нас пойдет в верхней части сплита. Намешиваем. Мсье. Бля, я стул испачкала. Меня посвятила мысль, а что, если этот парик вдруг не из настоящих волос? Я, когда буду смывать его, там не останется цвета. Представляете, в каком ужасе я буду? Мне кажется, я просто в этот момент... Давай сдадимся и умрем. Это был настоящий трэш-салон. Отдала за окрашивание 500 тысяч рублей и получила хамское отношение. Не кликбейт, смотрите. Значит, тяжело, делают мне окрашивание. Мастер очень странный, говорит со странным акцентом, вообще слова не произносит. И тут у меня говорит, девушка, он поднимает тему детей. Я не могу. Ох, это просто ужасно. Как я там высидела? Я не знаю. Посмотрите сами. Я не вру. А вы же ведь такая красивая там. А, говорите, хотите быть как у модных девочек в ТикТоке? Да нет, я не сижу в такой социальной сети. Что у меня ТикТок? У меня вон одноклассники есть. Пятька недавно с Машкой там поженились, у них трое детей хороших. Детей хотите, нет? Не хотите детей? Как так не хотите детей? Очень молодые, что-то цветы жизни. Хотите жить за себя? Да нет, вы что, не понимаете? С детьми жить вообще классно. Из разговора с парикмахером. Вы думали, я сама себя не переиграю, ха? Сейчас. Ничем не могу помочь. Давай сдадимся и умрем. Ой. Я только что поняла, что я не понимаю, как это смывать потом. Наверное, надо было сначала покрасить в черное, потом мне красить в зеленое. Но, как обычно, сначала делаем, потом думаем. Кстати, я же вам обещала рассказать еще один приколдес. Короче, как вы знаете, вчера, когда я красила тот парик, я хотела сделать его как бы под сяо. И стрижку я хотела сделать под сяо, и по цветам я хотела сделать под сяо, только не с вот этим, вот который у него мятно-бирюзовый, да, а хотела его сделать с зеленым, ну, то есть с зеленой версией с сяо. И, значит, у меня все не получилось, изгавнялось. А сегодня я схожу в инстаграм, и что я вижу? Карамбэйби покрасилась под сяо. И я такая, ммм, как, наверное, удачно получилось, что я все-таки всрала свой парик, потому что, как обычно бы это началось, ты благиадишь, вариночку, chairs 해 куриночку, ты благиадишь, ты благиад! Ну, и, короче, представьте, насколько, просто, дичь происходит, что ты реально радуешься в конечном итоге, вы думаете, что сегодня такая радостная, потому что у тебя все всралось, потому что ты в целом понимаешь, какой бы пипец начался. А еще у меня была мысль на тему сяо еще давно, потому что у меня недавно друг делал сяо, и очень признанно выглядит парик. Я так и подумала, блин, покрашивание под сяо класс. И хотела сделать окрашивание под сяо, вот буквально последний раз, когда я ходила, но мы сошлись на том с моим мастером, что я сначала сделаю видео про парик, и если мне зайдет, то я уже покрашусь. И представляете, какая хрень была и началась, потому что, знаете, когда снимаешь видео на ютуб, ты выкладываешь их не сразу. Hello. Иногда можешь снять видео и выложить его через месяц. Кстати, вот это вот видео сейчас снимается, сегодня 19-е число, то есть начала я снимать его 18-го. Это если вы вдруг все еще не поняли, что тут никто никого не плагиатит, боже мой, я надеюсь. Как тяжело с тобой жить, господи. Я бы такие вещи в жизни не сказала еще год или два назад. То есть я бы поныла каким-то моим там друзьям, да, но на ютубе я бы такое никогда не озвучила. Я бы просто сделала вид, что я ничего не замечаю, но нет. И меня бы это задело и очень сильно. Я это сделала. Я это сделала. Я его попрасила. Это реально похоже на ровный сплит. Я умоляю вас, пожалуйста, пожалуйста, пусть у меня все получится. Оно никуда ничего не утекло и на зеленый не попало. Собственно, мой вопрос в многом звучит так. А почему волосы синие? Я не знаю, передает вам камера или нет, но вот это черный, а это синий. И в жизни они прям синие. Они с синим отливом. Я не знаю, они как... Я хз. Они просто нифига не черные. Почему здесь? Почему здесь нет ярко-зеленого? Здесь должен был быть прям пастельный зеленый, такой цвет от дебильной травы. Вот оно, собственно, вот. Вот такое должно было быть снизу. И буквально вот такое должно было быть сверху. И если снизу он еще похож на этот цвет, но сверху он... А, ладно, он похож. Ну, извиняю, зря баканула. Вот наебав получился. Зеленый местами, конечно, лег очень сильными пятнами. Может, я, конечно, косячила, но мне хочется верить, что нет. Типа, я положила много средств, и я достаточно равномерно и много его наносила. Неприятно, но зерпимо. Смотрите, кстати, как сетка с другой стороны выглядит. Она прям вся в пятнах. В целом, я хочу сказать, что я видела некоторое дерьмо в прошлом видео, а это уже не так уж и плохо, наверное. Но мне явно не идут из цвета. Сейчас я это все уложу. Ой, какие пятна. Пипец. Это просто полный пи-дец. Если вы не понимаете, почему я сгорела, потому что зеленый весь в пятнах. Качество волос испорченной цвета мне не идет. А потом я плакала. Хнык-хнык.